Выполнение упражнения скручивания на полу. Скручивание на полу упражнение для проработки мышц передней брюшной стенки, то есть мышц живота. Если прицельно брать, то больше всего нагрузка уходит на прямую мышцу живота. Это те самые кубики, которые есть, должны быть, будут. Что для этого нужно? Для того, чтобы выполнить это упражнение, нужно опять же соблюдать несколько правил. Исходная позиция – это лежа на спине. И для того, чтобы нам правильно расположиться, сразу же согните ноги в коленях. Задача какая? Поясница должна полностью прижиматься к полу. Если ноги будут прямые, прижать поясницу к полу будет проблематично. Поэтому исходно сразу согните ноги в коленях. Прижимаем поясницу. Это раз. Следующий пункт. Ставим руки на голову, как наушники. Прямо на уши. То есть не скрещивайте их на затылке. Не берите голову таким образом. И просто поставьте вот так пальцы растопырьте и на уши поставьте себе. Поясницу прижали, пальцы растопырили. Следующим движением мы должны наклонить голову вперед и округлить грудной отдел до отрыва лопаток. Это выглядит следующим образом. Вот и все. Вот такая маленькая амплитуда, короткая. Это идеальное изолирующее упражнение для мышц передней брюшной стенки. Для прямой мышцы живота. Если мы пойдем дальше и будем сгибаться полностью, это уже не будет изолирующее движение, упражнение на прямой мышце живота. Мы уже здесь начнем подключать подвздошно-поясничные мышцы и напрягать, можно сказать, поясницу. И если некачественно выполнять это упражнение, то в конце концов получим боль в пояснице. Поэтому еще раз показываю, как выглядит конечное упражнение. Поясницу прижали, руки поставили, локти вперед и... Все. Еще раз. Здесь вы стремитесь, как будто бы, ребра соединить с лоном. Укоротить расстояние между ребрами и лоном. И все. Это единственное, что требуется в этом упражнении. Вот таким образом. Обязательно следите за поясницей в этом упражнении. Если она будет прогнута, то будете выполнять упражнение спиной. И в конце концов кубики будут у вас сзади, а не спереди. Пользуйтесь. Продолжение следует...